Пешеходная дорожка на Баковской улице Воденцова. По ней ежедневно ходят воспитанники 71 детского сада и учащиеся 8 школы. В темное время суток здесь небезопасно, отсутствует освещение. У нас здесь стоят три опоры фонарные, но, к сожалению, так света и нет. Хотя, по словам жителей, тут висят неподключенные и электрические провода. То есть, в принципе, по их мнению, это не достаточно сильно затратная работа. Это опора не освещения, это опора МОСОБЛЭНЕРГО, который в село Иказе. И на эти опоры, если МОСОБЛЭНЕРГО разрешить, мы подвесим три светильника, четыре, три сферковые снега. Освещение пешеходной дорожки на Баковской улице и раньше пытались включить в программу «Светлый город», но региональное министерство благоустройства отказывало в субсидировании. Глава округа поручил решить проблему в кратчайшие сроки, выразив готовность обсудить возможность установки светильников с МОСОБЛЭНЕРГО. Давайте за месяц с этой задачей справимся. Потому что темнеет, потому что скоро зима, дети пойдут. Уже в пять часов будет темно. У нас вот этот месяц осени еще есть на то, чтобы справиться с этой задачей, проблемой. Также на еженедельном совещании была затронута тема безопасности газового оборудования. Я призываю всех быть предельно внимательными к газовым оборудованию, особенно вот в этот период, когда еще не включили отопление в домах, но уже прохладно в квартирах. Многие как раз достают эти бытовые приборы, включают газ, газовые баллоны. И что зачастую приводит к таким трагедиям. Андрей Иванов напомнил, что за исправностью газового оборудования должны следить квалифицированные специалисты. А в случае возникновения каких-либо подозрений на неполадки, нужно незамедлительно вызывать газовую службу по номеру 112. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».